МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веска Новая Грамыки Ветковского района у письмовых крыницах ведомая с 17-го ста годя. При конце ста годя 20-го она назавсёд испанила своё иснование. В 1992 году 128 семьёв, которые ещё заставались тут после Чарнобыльской катастрофы, переселили у иншие населённые пункты. Почас наведывания теперь уже был у вёстки, у деньги специального выездного посаджения, присвеченного 30-ти годю Чарнобыльской катастрофы, прознаются, тут вельми добро отчувается трагедия белорусской земли и людей, которые на этой земле проживали. Сложно было им объяснять, я понимаю, это просто невероятно, что им надо уезжать из родных мест, где там они жили столетиями, поколениями, создавали всё это, строили. У деньги специального выездного посаджения констатують, за пошлий час в плане минимизации наступства у Чарнобыльской катастрофы зроблено шмат, починаючи от створения системы по контролю якости продуктов харчевания до оздоровления населения, олени которые проблемы мают долготерминовый характер. Институт лесу Национальной академии наук у рабочую программу включены не вопадково. За 30 чернобыльских годов на территории Белоруссии и России у господаршей обороты отремалось вернуть около 120 тысяч гектаров лесу. Лега это далеко не всё, что пынулось на заброженных территориях. Проблемами реабилитации у институте займаются практически с самого момента Чарнобыльской катастрофы. Миновиты тут был створен новый навыковый накерунок. Лесная радиология начали широко выкрасываться досягнение лесной селекции и генетики, а терминовыеники дозволили распространять практичные рекомендации по изнижению периода самоочищения лесных систем и поскорению терминовых реабилитаций, плюс промысловое выкрасывание дровнины на заброженных территориях. Карвестеры – это механизированные комплексы по заготовке древесины. То есть оператор практически находится в кабине машины, и он может закатавливать древесину, поставить окорочные комплексы, и снимая верхние слои древесины, карву мы можем получать и чистую древесину. Сироту денег у непосредного и злого посяжения, представники белорусских и российских профсоюзов, выканавшего комитета СНД, постоянного комитета союзной державы и международных громадских организаций. Размова перш за все о супрацовнестве о уголене минимизации наступства у Чарнобылской катастрофы. За минулый час полностью выкананы три союзные программы, сегодня завершается четвертая, и уже зараз принято решение о распространстве концепции и ошедной суместной программы. Ее реализация начнется в 2017. При этом особливо подкресливается размова не идея об замене державных программ. Это хочет их дополнением. Я не хочу, чтобы создалось превратное впечатление, что последствия ликвидировались только в рамках союзного государства. Безусловно, национальные бюджеты, национальные программы, местные органы власти уделяли и уделяют этому вопросу огромное внимание. Но и в рамках союзного государства этому вопросу уделяется не меньшее внимание. Олег Синчеров, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Выращать пытанники, хвалю джихару региона, допомогуть промые телефонные линии. Яны протягивают працевать по субботах. Завтра с 9 до 12 годин звороты будет принимать первый наместник старшини гомельского облаканкама Александр Викторович Миколуцкий. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. У Гомельским гарвы конками на пытанник громадян откажет первый наместник старшини Павел Явгенович Паулов. Звонков от джихару областного центра чекают по номерам 75 19 84. У Гомеля обмерковали тему социально отказного бизнесу. Накольки она актуальна для нашего региона? Як тесно помеж уладой бизнесам и громадствам наладжены диалог? У пытаньях разбиралась Ганна Ковалева. Вось уже 10 годов индивидуальный предприниматель Вячеслав Перовозников постоянный гость отделения дённого и круглосуточного знаходжения дятей молодых инвалидов «Майская Кветка». Тут его называют «Дедом Морозом». И не только тому, что на Новый год он промирает на себе червоную шубу, а ле я шею тому, что сам наполняя мешок подарунками. Калі стіпа пропанове улады, он пранял уделу доброчинной акции. С тих пор усе и почалося. Я вот зашёл и, ну не знаю, ну внутри как будто бы что-то, может быть, поменялось. Может быть, сам я не знал о существовании таких центров, потому что, ну не сталкиваешься по жизни, не каждый человек знает, что существуют такие центры, которые помогают не только детям, но и семьям, родителям. Подобное отделение одзина у Республицы Державного допомогу тут отримливают больше, как 140 семьёв. До их поддержки долучаются и иншие предпринимальники. Допомогают у ремонта, набыти мебли, бытовой техники, тренажёров и пристосованию для инвалидов. К счастью, хороших людей у нас достаточно. Они очень много нам помогают уже давно. И различные мероприятия для детей проводят. И подарки к Новому году, к Рождеству готовятся. На угол таки диалог помеж уладой, приватным бизнесом и громадством у нашей краине наладжены давно. У Минску больше плённо, чем у регионах. Экология, ахова здоровья, адукация – спектр на прамках, по яких реализуют проекты корпоративной социальной отказности широкие. Крупные какие-то культурные программы сегодня делают уже бизнес в Минске. Допустим, сегодня в центре Минска каждое лето мы проводим крупные концерты, опен-эйры, классиков ратуши, джаз-ратуши, которые посещают порядка 40 тысяч человек за месяц. Это всё делает белорусский бизнес. Минское агентство социальных новин и Международный социально-экономичный фонд «Идея» вырошили допомогче наладить такий диалог и у регионах. Первым кроком до этого стала встреча в Гомеле. Наша область уже зараз претендует на одно из первых местов по развитию социально ориентованного бизнеса. У каждого предпринимателя общественного объединения «Единство» есть уже систематически курируемые ими объекты – учреждения образования, интернаты, детские дома. То есть они являются, как в старые времена советские, это называли шефами. Часом громадство негативно реагует на доброченность сбоку бизнесменов, разглядая «Ее» как свой особливый пиар-ход и спробу поменьшить податки. Однако на их суммы такие инициативы предпринимательщиков не уплывают. Своя особливая выгода, вядома ж есть. Хоть большинство бизнесменов про «Ее» навод не задумывается. Это выгодно самому бизнесу. Если он не будет вкладываться в развитие того района, той области, где он работает, то, по сути, у него не останется никаких клиентов. Что ему дальше делать? Уходить, закрываться и так далее. Каждый бизнесмен, который работает на будущее, который строит концепцию своего развития, он понимает, что только долгосрочное вложение инвестиций в свой регион, где он работает, принесет ему в дальнейшем гораздо больше прибыли, на которую он даже сейчас не рассчитывает. Улады, как правило, идуть на сустрич бизнесу, который, выказывает же дань, не принять на себе частку социальной нагрузки. У многих европейских краинах это давно стало видовочным правилом. Бизнес не может паспехово развиваться в громадстве и быть свободным от его. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, Телерадио Компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля прошел областный конкурс «Чытальников заховаем свет разом». Творчая споборничество было засновано в 2008 году областным отделением Союза письменников Беларуси и проводится при патрымце управления адукацией гомельского облаканкама. Все лета конкурс присвеченный 95 годю с дня нараджения Андрея Макайонка. В первом этапе приняла удел больше тысячи школьников. До третьего областного дайшли 70. З их были вызначены 10 переможцев у прозе и поэзии. Первого года дали читальникам, которые смогли выказать мастацкую задумку аутера, проявили артистичные сдольности и володание беларуской мовой. Вогля в Беларуси проходит шмат подобных конкурсов. Однако до этого часа больше не где. Нема прикладов их проведения в масштабах в области и с правым уделом отделения у Союза письменников Беларуси. Уникальность гомельского конкурсу якраз у тем, что школьники могут отримать оценку аутеритетных письменников. У тем лику и тех, чие творы я не огучили со сцены. То, что на нашей земле отбудется День беларуского письменства, у нас отримывается четвертый этап. Сегодняшние переможцы, лауреаты у каждой из номинаций поедутся у Рогачев, где помеж ими пройдет гран-при. На головной письменницкой сцене. Из рук ведущих литераторов Беларуси они отримают у Знагороды и гран-при. Радиостанция Гомель-ФМ гэтым летом захучить по-новому и порадует слухачу цікавыми творчыми проектами. Зараз над ними працует дружная и сгуртованная команда. Про то, как проходят працованные будни, ведущих и корреспондента у радиостанции Гомель-ФМ репортаж Вероники Ворошилиной. Встречаем утро пятницы вместе с хорошими новостями радиостанции. Гомель-ФМ вошла в топ-10 радиостанции Беларуси. Да, это приятно, а вот другими новостями сегодня поделится редактор службы информации Сергей Негревич. Сергей, доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Я расскажу о том, какие сюрпризы готовят гомельчанам и гостям города Гомельский парк, а также о том, кто завтра будет дежурить на прямых телефонных линиях местных органов власти. Об этом и не только прямо сейчас. Миновита так с добрым настроем, подборкой свежих новинок и ритмичный хит, то кожную раницу починают в працу диджея радиостанции Гомель-ФМ. Их задача не только узбодерить людей, дозволить им Кончаткова прочнуться, а галонное подарить заряд позитиву на весь день. На самом деле я вот представитель стопроцентных сов, которые переквалифицировались в жаворонков. Такие люди существуют, на самом деле. Если кто-то не верит, что это возможно, это возможно. Это дело привычки. Ну и сейчас я могу сказать с уверенностью, что мне интересно наблюдать за тем, как просыпается город. Я встречаю утро с теми, кто едет на работу. Настроение у меня утром всегда хорошее. Да и днем, и вечером тоже. Поэтому легко радовать всех хорошей музыкой и делиться какими-то новостями с людьми. На роджении радиостанции «Гомеле Фэм» отбылось у Кастрышнику 2008 года у вынеку проведенного Рыбрэндону радиостанции «Экспресс». Сегодня на хвале в 101.3 можно почуть лепшие замежные российские айчинные композиции. Вещания радиостанции будуются з уликом интереса, густо и стылю жития метовой аудитории. Дарыши слухачи высоко оценивают эту работу. По выниках социологичных доследований у «Гомеле Фэма» вошла в топ-10 самых популярных радиостанций краины. Такое признание выник штуден и пленой працу каждого особенного работника и коллектива в целом. Треба, значить забавляльный сегмент, далека не один, чем может похвалиться «Гомеле Фэм». А кроме диджеев тут працует сгуртованная команда службы информации. Перш за все упору подборцам материалов робится на новины життя региона. Информация, которая тропляет в спецрепортажах и выпусках новинов на хвале «Гомеле Фэм» в 90% тычется поддей нашей в области. Корреспонденты информационной службы мкнутся не соступать у оперативности не только газетам, а и интернету. В своих новостных программах мы стараемся охватить все сферы жизни. У нас есть и спортивное обозрение, у нас есть обзор прессы, есть простые выпуски новостей, где мы рассказываем и о криминале, и об экономике, и о политике, и о культуре, о том же спорте. Есть у нас программа «Спецрепортаж», где мы позволяем себе немножко не только рассказать подробнее о каком-то событии, но и проанализировать его значимость для региона. Есть программа «Местное время», которую мы целиком посвящаем новостям из каждого района Гомельской области. Информационно-забавляльные эфиры диджеев, оперативные новины, аналитика подзей в свете, гараж и ахиты. Гомель-ФМ – все неведучая радиостанция региона, и она реализует на своих хвалях цикавые, креативные, головные, запотребованные слухачами проекты. И объединяет вокруг себя людей активных, которые мкнутся развиваться и удоскональаться в импульсе сучасности. Нам приятно, что выбор аудитории определил радиостанцию Гомель-ФМ в десятку наиболее популярных радиостанций в Республике Беларусь. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и в текущем эфирном сезоне предложим новые проекты, которые будут интересны как слушателю, так и рекламодателю. Вероника Ворошилина, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». У Музея истории города Гомель разместилась коллекция роста выхлялек рыцаров. Выстава под назвой «Витязь. Моцный орешек середневеча» открыта в рамках проекта «Знаемый и незнаемый Гомель». Усе экспонаты створались по реальных исторических прототипах. Аутар и владельник коллекции Миколай Разреза урыхтовал стальовые уборы каля трех годов. Гэтая коллекция з'является мастацкая интерпрытация средневечных европейских доспехов. Кожный с десяти маленьких рыцаров мае свое минулое, об яким рассказано на тлумачальных табличках. Галонная рызыночка экспозиции, презентация доспехов у сходни славянского война 12-13 стагодзев. Над еми працавали удельники гомельских рыцарских клубов. У працы были и выкорыстаны уникальные дадзины археологичных раскопок у Гомеле. В 1986-87 годах, довольно давно, в городе Гомеле проходили раскопки и была обнаружена уникальная находка – оружейная мастерская 12-13 веков. Такого полного комплекса, отражающего развитие оружейного дела, наверное, до того точно не находили. И опошнее поведомление. Сегодня у вечера и у шматых районов Гомельской области чекаются на больницы место межквалистое узмацнение ветру парывами до 15-20 метров за секунду. Супрацовники областного управления МНС просить грамадян быть осторожными и по макчимости устрематься от поездок на властном транспорте. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok